шалом уважаемые дамы и господа с вами раввин алекс артовский марина роща москва и мы продолжаем тему каббала и строения миров сегодня мы посмотрим разберем с вами четвертое свойство творца тьма и свет едины пред ним можно себе представить что тьма и свет это две противоположные вещи как они могут быть едиными чудесный пример объяснять нам хасидут хасидизм написано что где-то там наверху из бесконечного бесконечного количества ангелов мы выбираем два гавриэль и михаэль михаэль это аспект хасид хасид это любовь распространение и так далее вся добродетель в этом мире это михаэль вода которая идет идет и орошает или дает жизнь это михаэль с другой стороны гавриэль он представляет аспект гвуры гвуры это ограничение сокрытия заслон божественного света он положительный ангел позитивный но вот роль такая сокрытие он же представляет собой аспект огня он повелитель огня михаэль повелитель воды в духовных мирах в отличие от нашего огонь и вода живут вместе вода не гасит огонь огонь не иссушает воду мы задаемся вопрос как такое может быть написано несмотря на то что свет великий свет бога он облечен в сосуд ограничения то есть свет творца горит там есть вода свет творца оживляет огонь и они сосуществуют в этом мире почему потому что они знают что они подчинены одному источнику и они полностью перед ним преподают они полностью перед ним преклоняются поэтому они могут существовать вместе в нашем же мире все настолько ограничено и преданное эгоизму что мы не можем увидеть в другом противоположности что и он и я подчинены одному и тому же свету это кстати уникальный пример с помощью этих ангелов если сегодня люди в этом мире хоть немножечко бы разбирались и увидели один другом вот этот свет помните как в старом таком старом старой книге про маугли когда он грит мы с тобой одной крови ты и я мы с тобой созданы от одного творца и тогда мы должны дружить и вот это вот сочетание хэсет и гвура она может быть только там где есть подчинение богу и вот это соединение дает уникальный третий аспект который называется тиферит или гармония вот это вот божественное раскрытие создает между ними между этими ангелами между тьмой и светом между огнем и водой между разными противоположностями создает так называемую гармонию они могут сосуществовать при этом оставаться самим собой это великое свойство творца перед ним едины и тьма и свет и все существует вместе шалом шалом